Щи. У бабы-вдовы умер ее единственный двадцатилетний сын, первый на селе работник. Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома. Стоя посреди избы перед столом, она не спеша ровным движением правой руки — левая висела плетью, — черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело. Глаза покраснели и опухли, но она держалась истово и прямо, как в церкви. — Господи! — подумала барыня. — Она может есть в такую минуту. Какие, однако, у них у всех грубые чувства. И вспомнила тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад девятимесячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе. А баба продолжала хлебать щи. Барыня не вытерпела, наконец. — Татьяна! — промолвила она. — Помилуй! Я удивляюсь! Неужели ты своего сына не любила? Как у тебя не пропал аппетит! Как можешь ты есть эти щи? — Вася мой помер! — тихо проговорила баба. И наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам. Значит, и мой пришел конец. Сживой с меня сняли голову. — А щам не пропадать же! Ведь они посоленные! Барыня только плечами пожала и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево. Продолжение следует...